привет с нашим канале инспектор гаджетов и сейчас необычное аналитическое видео я думаю многие из вас кто является клиентом приватбанка с 1 сентября были неприятно удивлены такой вот сюрприз на день знаний от приватбанка от государственного банка больше нельзя через онлайн то есть через интернет не через приложение не через приват24 осуществлять операции валютно-обменные так сказать ну грубо говоря переводить деньги например со своего гривневой карты со своего гривневого счета на валютную карту но в моем случае это долларовая то есть то что раньше делалось буквально за одну минуту то есть открыли приват24 нажали какую валюта вам интересно с какой карты на какую перевести все буквально одна минута занимал весь этот процесс все лавочку прикрыли то есть никогда инновационный банк теперь стал после национализации медленно но верно движется в сторону совка и чего-то наподобие счет банка и теперь приватбанк предлагает нам есть вместо такой удобной инновационной услуги которыми пользовались на протяжении многих многих лет предлагает грубо говоря в такой ситуации когда у вас на ваш на вашей гривневой карты есть деньги вы хотите перевести их на долларовую карту опять же вашу предлагает поднять вашу попу пойти в ближайшее отделение снять деньги со с вашей гривневой карты получить то есть наличку потом с этой наличкой поменять на валюту и и потом эту валюту уже закинуть на опять же на вашу карту вот такой процесс ну например снять налички ну грубо говоря это можно произвести как в банкомате так и в кассе это как бы не имеет никакого значения но за снятие наличных вы еще обязаны заплатить комиссию как раз стоит один процент в общем вот так теперь этот процесс мало того что не бесплатен во вторых вам нужно куда-то ходить и в третьих тратить намного больше времени то есть ну грубо говоря была одна минута теперь грубо говоря целый час вот такие вот улучшения ну сейчас вы посмотрите видео как этот процесс происходит в живую на моем примере опять же чтобы не быть голословным вот доказательства перед вами то есть это вот из банкомата чек я снимал 6000 заплатил 60 гривен за это следующий чек это на обмен валюты с гривны на доллар и уже третий чек это непосредственно перевод это этих долларов на мою карту и опять же чтобы не быть голословным снял я деньги как видите 1054 закончил я свою операцию в 1135 ну соответственно затратил я нет на это 40 минут ну и плюс дорога так что можем говорить о том что это все-таки целый час в общем суть вам понятно смотрите оценивайте насколько улучшилось насколько улучшилось обслуживание клиентов после национализации в приватбанке и еще маленький и маленький такой прикол уже после декоммунизации прошел наверно уже целый год и но это коснулось не всего и вот в чем прикол например приватбанк банкомат выдает чек уже переименованная то есть здесь у нас днепро и здесь у нас вы лыкодиевска а вот чеки которые в кассе выдают здесь у нас по-прежнему у нас место днепропетровск и по-прежнему улица братьев трофимовых вот такой еще прикол напоследок в общем смотрим видео ставим лайки подписываемся на канал и впишем в комментариях что вы обо всем этом думаете всем пока всем лучше вот процесс начался снятия точнее перевода из гривни на виртуальную долларовую карту и первый этап это деньги лежат на гривневой карте но без луку надо получать физически деньги чтобы пойти в кассе конечно тоже можно обналичить но один процент что так что так а в кассе по-любому люди короче чтобы подготовиться сначала здесь снять деньги с приватбанка на наличку потом опять же отдать приватбанку не забываем один процент суммы снять это что в кассе что в банкомате точно самое время Продолжение следует... 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 И здесь распишитесь за валюту. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!